Если мы возьмем данные за 2013-2014 год, то ситуацию можно описать так. Для начала про саму область. Область на самом деле достаточно большую территорию занимает, но она не очень сильно населена. То есть на самом деле сейчас население порядка 650 тысяч человек, но основная, это 71% населения, это города. То есть это городские жители, которые так или иначе подвержены влиянию наркобизнеса. Если говорить про… риск достаточно высок того, что люди будут вовлекаться. Если говорить по официальным данным, то зарегистрированных наркоманов что-то 2230 там что-то… ну короче 2200 человек с небольшим хвостиком. надо понимать, что это те, кто стоят на учете. Если говорить про реальность, то их конечно же в десятки раз больше. И если можно было говорить о данных раньше, это было практически все опиатные наркоманы, опийные и употребляющие опиаты. Такие, да, тяжелые наркотики, но специфического генеза, самозависимость протекает. Она известна, с ней можно работать. То сейчас достаточно сильная волна дизайнерских наркотиков, особенно спайсов. Она начинает распространяться. И распространяется, конечно же, на молодежь. Очень тяжелая ситуация. Она по стране не очень показательна, то есть это не очень высокий уровень, но по тенденции наращивания и снижения стоимости за вот эти дизайнерские наркотики, она на самом деле очень опасная. И нужно выстраивать сейчас уже систему противодействия, систему нулевой толерантности к самой наркомании. Не к наркоманам, а к наркомании. Конечно, большая доля – это алкоголизм. И алкоголиков действительно очень много на селе, в деревнях. Люди в отсутствии работы и по большому счету смысла жизни начинают пить. Поэтому ситуация тоже не очень хорошая. Но с алкоголизмом налажена наркологическая помощь. Хотя она, конечно, ограничивается большей частью медицинской составляющей. И развивать именно реабилитационную часть, которая позволит человеку встраиваться заново, переосмысливать себя, встраиваться в общество, это, конечно, нужно развивать. Этого нет. Я бы сказал так, что по Костромской области ситуация с наркоманией, в сравнении с другими, она как бы так, средняя, но по тенденции развития очень опасно оставлять ее таковой. Нужно развивать новые способы противодействия. В Костромской области в первую очередь, конечно, ситуацией занялась Федеральная струбовая контроль за оборотом наркотиков. И низкий им поклон за это, на самом деле, очень много при их участии начало меняться. Мы, как национальная ассоциация, понимаем, что необходимо давать людям квалифицированную помощь. И в той ситуации, когда революционных центров вблизи мало, необходимо, конечно же, предоставить людям возможность выбирать центры в других регионах или там, где они могут получить квалифицированную помощь. Но чтобы это осуществить, конечно, необходим центр, который будет консультировать, проводить диагностику, работать с родителями, с родственниками. И такая инициатива в Костромской области, конкретно в Шарье, была от отца Дмитрия, это настоятель храма в Шарье. Прихожане, как он говорил, часто обращаются с проблемой либо это как бы подростки, либо это алкоголизированные такие вот семьи, где там муж, например, пьет очень сильно. И одного вразумления молитвы иногда не хватает. И он в разговоре как бы сделал такое заявление, проявил желание создать центр индивидуальных программ у себя, такой мотивационный консультационный центр в Шарье, который позволит делать консультации для людей, которые обратились, с которыми можно наладить первичное мотивирование и в итоге предложить им тот центр, который поможет и где люди смогут пройти реабилитацию и впоследствии вернуться вполне, скажем так, созидательными гражданами, обратно к себе в город. Что еще касается, значит, реабилитационной деятельности в Костромской области, в Шарье, очень важно, и мы обратили на это внимание, нужно опираться на те силы активные, которые находятся в регионе. Процесс формирования вот такого антинаркотического сообщества и системы, он, с моей точки зрения, двойной. С одной стороны, это, конечно, наши партнеры по ассоциации, наши члены, они думают об открытии представительств, создании революционных центров. Это с одной стороны. А с другой стороны, в опоре на активных людей на территории, которые проявляют желание, например, как отец Дмитрий с консультационным, мотивационным центром, есть такие люди, мы с ними познакомились, это представители организации Дети Ангелы, женщины, мужчины, родители, у которых дети с особенностями развития, и которые на самом деле в силу своей жизненной ситуации вынуждены быть активными, и у них очень много идей о том, как помогать своим детям. И мы выразили готовность, поскольку ассоциация занимается не только реабилитацией наркозависимости, но и реабилитацией как таковой, возникла идея поддержать их начинание и создать в Костромской области, в Шаринском районе, в Шарье, центр или даже, скажем так, кластер детской реабилитации. Реабилитация детей, которые имеют так или иначе вот такие определенные особенности. Это может быть синдром Дауна, это может быть разные формы аутизма, детские церебральные параличи или какие-то другие еще нарушения, с которыми нужно заниматься постоянно. Основная роль в преодолении лежит все-таки на родителях, но чтобы заниматься, они вынуждены ездить. Ездить либо в Казань, либо в Нижний Новгород, либо в Москву. Это все достаточно много ресурсов съедает, с одной стороны. А с другой стороны, количество таких семей достаточно большое. И родилась идея создания такого центра, собственно, в Шарье. Эта организация называется Дети Ангелы, известная в Шарье организация. Они большие молодцы, активисты. И нас просили, как ассоциацию там помочь поддержать методически, организационно, в начинании, при создании такого вот кластера детской реабилитации. И наши специалисты, я, собственно, сам выезжал, и мы провели ряд таких проектных семинаров, по итогам которых родилась идея, проектная идея, такого вот большого дела. Ну, минимум, это, конечно, на три года, который мы, как бы, вот этот проект разбили на три этапа. Первый этап – это ознакомление с ведущими направлениями такой вот деятельности, со специалистами, которые занимаются с такими детьми. И с формированием некого видения, какой центр должен быть. В этом, в конце этого же этапа, или там, в начале следующего, это поиск некого места, где разместиться такой центр. И отработка методов оказания помощи, обучения, для того, чтобы в третий этап, на третий год, родителей с близлежащей территории, а, в принципе, если очертить круг в 300 километров, поставив шаю в центре, как раз охватывает практически все там большие и малые города, которые будут иметь возможность спокойно, без усилий, добраться в этот центр и получить квалифицированную помощь. и первым этапом нами был придуман следующий шаг. Мы написали заявку. Ну, я говорю мы, потому что мы вместе создавали. Женщины написали из «Детей ангелов» заявку. Мы им, конечно же, помогли методически, потому что дело это, на самом деле, достаточно сложное и очень такое непростое. Но, слава богу, эта заявка выиграла. Они получили, уже я знаю, финансирование, первый транш. И, таким образом, в первом этапе, вот, на первом годе реализации проекта они смогут пройти и обучение, и построить тот самый центр. Насколько я знаю, сейчас даже у них достаточно хорошо идут переговоры о выделении земли, где, собственно, и будет стоять этот реабилитационный центр. Пока он будет строиться, они будут проходить обучение. Таким образом, мы уже начали создание той системы, которая вылится в такую-то образцовую систему помощи детям с особенностями развития. Я очень рад, что такое направление у нас появилось, поскольку именно сейчас я понимаю, что ассоциация переросла в то свое начало, когда она была большей частью именно организации, работающей с наркозависимостью. Сейчас в нашей ассоциации достаточно много организаций, мы охватываем многие аспекты. У нас появились и семьи в трудной жизненной ситуации, и дети с особенностями развития, и люди с посттравматическим синдромом, это военнослужащие, которые были в горячих точках, и посттравматический синдром тоже достаточно серьезная проблема. Мы становимся многопрофильными и в полном смысле слова комплексную реабилитацию строим. Вот, наверное, так. На самом деле, есть много о чем было бы поговорить, но я надеюсь, наше интервью будет первым, и впоследствии мы можем затронуть достаточно много интересных аспектов, которые будут полезны как родителям, родственникам зависимых, родителям, у которых дети с особенностями развития, и любым группам населения, которым требуется реабилитация. Все, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.